Друзья, всем привет! Ну что, сегодня мы с вами продолжаем тему RUG и тему Dockling. Первое видео по этому прекрасному open-source проекту вышло пару недель назад. Это довольно популярное видео. Обязательно посмотрите его тоже, потому что там заложены основы того, что будет обсуждаться сегодня. После прошлого видео у зрителей естественным образом возникло сразу несколько вопросов. Первый вопрос заключается в том, что хорошо, мы с вами посмотрели, каким образом работает Dockling, каким образом он разворачивается. Но как же его подружить с нашим nvcman, потому что мы здесь все любим nvcman и много с ним работаем. Что если мы файлы загружаем через nvcman и хотели бы, чтобы эти данные, эти файлы обрабатывались с помощью этого сервиса Dockling. Более того, в прошлый раз мы упомянули, что Dockling представляет такую прекрасную возможность, которая называется гибридный чанкинг. Это отдельная функциональность Dockling, которая делает мега крутую вещь. Эта вещь заключается в том, что сначала документ разбивается на логические блоки и векторизуется в соответствии с этой структурой, что обеспечивает неразрывность или полноту чанков, потому что никогда они не обрываются на полусловий или полупредложений. И это работает мега круто. Мы сегодня тоже на это посмотрим. Ну и логический вопрос. Хорошо, мы сделаем такие чанки прекрасные, а как же это все завикторизовать и подружить с нашим агентом из nvcman? Все это вместе будет обсуждаться в сегодняшнем видео. Если такое интересно, обязательно лайк, коммент, подписка и смотрим до самого конца. Ну что, самый внимательный из нас, кто изучал тему Dockling, уже обратили внимание, что есть такой репозиторик, который называется DocklingSurf. По сути, это репозиторик, который позволяет запустить ваш Dockling как API-сервис. И делается это совершенно разными способами, но мы с вами много изучаем Docker, поэтому мы сегодня с вами развернем Dockling как отдельный сервис в Dockery, подружим его с нашим nvcman, будем кидать файлы туда-сюда. Каким образом разворачивается Dockling в нашем Dockery? Здесь есть очень простая документация в плане того, как он разворачивается, и здесь есть пример, каким образом он может развернуться как контейнер в нашем Dockery. Прекрасно, этим мы сейчас и воспользуемся. Здесь я сделаю небольшое предположение о том, что вы знаете, что такое Dockery и каким образом он разворачивается. А если нет, то посмотрите вот это видео, мы подробно с этим разбирались. Ну а нам, в принципе, нужно будет сделать только одну команду в нашем терминале. Мы пишем Docker run port 5001 и указываем, откуда нам брать наш образ. И буквально через пару минут в нашем Dockery появится контейнер, который работает на порте 5001, и здесь крутится наш Dockling. Давайте на секундочку вернемся в документацию и увидим, что если мы сделали все правильно, то мы, например, можем открыть документацию по вот этому адресу. Давайте попробуем это сделать вместе. Нажимаем. И смотрите, у нас грузится наша документация, где уже представлены некоторые endpoints, которыми мы можем пользоваться. Например, endpoint для конвертации файла и даже пример запроса. Endpoint для чанкинга. И обратите внимание, здесь есть упоминание того самого гибридного чанкера, который мы с вами обсуждали в самом начале видео. Это то, что нам нужно. Отлично. Давайте перейдем на описание всех API endpoint, которые доступны нам. Ну и давайте начнем с чего-нибудь самого простого. Здесь написано, что мы можем, в принципе, запроцессить файл, что у этого endpoint вот такой URL, и что вот такие параметры должны быть в этом запросе. И самое сладкое, что здесь описано, что обязательный параметр только один. Это сам файл, который мы хотим распарсить с помощью доклинга. Ну что, не терпится уже в n8n запрыгнуть и попробовать. Смотрите, я здесь буду работать с локальными файлами. Это далеко не всем вам нужно, я уверен. Поэтому вот эти три первые ноды вы можете запросто заменить на ноды Google Drive. Например, забирать оттуда файлы и формировать себе бинарник. Я буду делать все то же самое, просто брать с локального диска. Но, как всегда, всю эту автоматизацию я в самом конце видео скачаю и положу в свою бесплатную Telegram группу. Туда залетаете и забираете ее. Но если вам все-таки нужно будет разобраться, как делать все локально, то есть n8n запускать локально, коннектить его с доклингом и даже саламой, то инструкции на такие вещи у нас будет в Pro группе. В Pro группе мы обсуждаем глубокие вещи и то, каким образом функционирует искусственный интеллект и автоматизации, построенные на основе него. И если вы переживали, что вам будет сложно в Pro группе с Pro материалами, то скоро в этой группе выходит мастер-класс по n8n, где мы в рамках девяти крутейших тем обсудим, каким образом перейти от новичка в n8n к уверенному пользователю и дальше уже углубиться в автоматизации с помощью остальных Pro материалов. Короче, там огонь. Если что, заскакивайте. Продолжаем с нашей автоматизацией. Я себе настроил вот такой Local File Trigger. Это крутейшая нода, которая ориентируется на изменение файловой структуры в конкретной папке, которую вы задали. Я сделал себе папочку и закинул туда два файла. Один попроще, но зато с табличкой, а другой посложнее. Это гражданский кодекс со сложной структурой, со статьями, под статьями, пунктами. Но в принципе нам придется попотеть, чтобы его распарсить, и мы как раз посмотрим, как работает доклинг, API доклинга на сложных кейсах. Ну что, давайте запустим этот триггер и сделаем, например, событие добавления файла обычным дублицированием. Вот док копи у меня образовался. Это тот же самый PDF с той же самой табличкой. И мы видим, что наш триггер отработал и говорит, у тебя добавился новый файл. Отлично. Сразу после этого я делаю небольшую проверочку. Я проверяю, что реально это событие добавления. Мы видим, что event так и называется, add. Выполняем эту ноду и видим, что он проходит. И дальше добавляем ноду, которая называется read-write files from disk. И так как мы уже в предыдущей ноде получили путь до этого файла, мы знаем точно, где он лежит. Мы закидываем этот путь вот сюда в селектор и видим, что он в принципе видит наш файл. Это круто. Ну что, давайте выполнять. Отлично. И мы видим, что nv8man скачал себе в оперативку этот файл и держит его там как бинарник. Это значит, что именно с этого момента этот файл доступен в нашей nv8man автоматизации. Ну что, дальше самое интересное. Возвращаемся в нашу документацию доклинг и видим, каким образом можно запроцессить файл. Нам нужен метод post вот с этим url. И здесь нужно будет указать объект файла. Каким образом проще всего сформировать вот этот реквест в nv8man. Мы берем, нажимаем кнопочку скопировать. Возвращаемся в nv8man. Добавляем ноду http request. Здесь нажимаем импортировать curl. Вставляем этот curl и нажимаем импортировать. Мы видим, что уже все-все-все проставлено. Все поля проставлены, которые нам нужны. Мы помним, что в самом запросе в примере, в документации, масса полей, которые в принципе не являются обязательными. Это просто умолчательные значения, которые мы, конечно, можем изменить на свои. Но так как мы будем тестировать эту функциональность, нам не нужно ничего, кроме самого поля files. Все остальное мы можем запросто поудалять. Таким образом. Так, вот я поудалял все поля. Здесь обязательно изменить форм дата на nv8man binary file, потому что у нас бинарник в nv8man автоматизации есть. Поле files. И надо забирать сам бинарник из поля data. И проверяем, что здесь правильный URL convert file. Ну что, давайте пробовать. Нажимаем. Видим, что начался процесс. Пока идет процесс, давайте проверим, каким образом выглядит файл. Видим, что тут очень простой файл, коммерческое предложение с какой-то очень простейшей табличкой. И смотрите, результат уже нам приехал. Давайте переключимся в JSON. И обратите внимание, что API работает прекраснейшим образом. Он нам уже сформировал Markdown, где мы видим прекрасно определенную таблицу и даже определенные хедеры в Markdown, которые есть реально в этом файле. Ну то есть это прекрасный результат. И сразу в nv8man. Давайте попробуем посмотреть этот Markdown. Ставим его в Markdown Live Preview. И видим, насколько прекрасно все сделано. И сравним это с оригинальным файлом, который у нас был. Ну в принципе все выглядит довольно неплохо, учитывая, что это все сделано прямо на нашем локальном компьютере. Вообще получить Markdown из любой PDF-ки это уже полдела, и мы можем дальше с этим Markdown делать что угодно. Викторизовать как нам угодно. Но раз в доклинге есть такое понятие, как гибридный чанкинг, почему бы не воспользоваться этим чанкингом и не посмотреть, каким образом он отрабатывает. Потому что кажется, что там кроется что-то крутое. И скажу сразу, там реально кроется крутое. Возвращаемся в API Endpoint доклинга. Идем на вкладочку чанкинги. И переходим на чанкинг файлов с помощью гибридного чанкера. Мы видим, что здесь очень-очень похожий API Call с другим URL. Но сама конструкция мега похожа на то, что у нас есть. Давайте попробуем этим воспользоваться. Я вернулся в nv8man, сделал еще одну HTTP ноду. Давайте ее откроем. И видим, что URL здесь чуть-чуть отличается. Чанк хайбрид файл. Но метод пост. И в принципе все остальное то же самое. Из обязательных полей только поле файлс, куда мы будем передавать наш бинарник. Давайте подсоединим сюда нашу ноду, где есть бинарник. Откроем ее. Видим, бинарник у нас в наличии. Давайте сделаем чанки. Видим, как нода исполняется. Так, вернулся ответ. И я уже вижу нечто умопомрачительное. Во-первых, мы не задавали длину чанка, что обычно мы делаем с другими векторизациями. Мы не задавали практически ничего. Но я уже вижу, что первый чанк определен строго по пункту. Ни символа влево, ни символа вправо. Здесь вынесен заголовок этого пункта. Введение. Определен номер страницы. Определен файл тайп. Определен имя этого файла. И вообще все это выглядит мега круто. Давайте посмотрим, как выглядит наша таблица. Обратите внимание, что он сделал с таблицей. Во-первых, он сформировал чанк строго по этой таблице. Не вылез никуда за пределы этой таблицы. И посмотрите, каким образом изначальная таблица выглядела. Ложки, количество, цена, сумма. Вилки, количество, цена, сумма. И он организовал чанк таким образом, что размножил значения первой колонки. Смотрите, ложки, количество, ложки, цена, ложки, сумма. Потом вилки количество, вилки цена, вилки сумма Это сделано для того, чтобы нейронка в последующем, когда получит этот чанг себе как контекст Могла интерпретировать эти данные очень четко и понимать, какие значения к каким полям относятся Это очень круто Ну что, не терпится попробовать файл посложнее Смотрите, у меня есть еще один файл, который называется gk Это гражданский кодекс Давайте сделаем все сначала прямо через триггер Запустим триггер, задублицируем файл, видим как он у нас определился Пройдем все необходимые процедуры Скачаем этот файл как бинарник и попробуем сделать гибридный чанкинг Запускаем процесс Так, ну что, процесс только что завершился И я вам хочу сказать, что это действительно что-то невероятное Обратите внимание, каким образом организованы чанки Строго по пунктам, строго по абзацам При этом каждый чанк организован таким образом, что определен пункт, к которому он принадлежит Естественно имя файла, естественно страницы и все необходимые данные, которые могут нам понадобиться Проскроил немного вниз, чтобы посмотреть, как это работает уже на других страницах Мы видим, что мы уже сейчас на странице номер 3 Чанки также круто образовываются И определяются, названия статей выносятся как отдельные данные Почему это круто? Потому что эти данные мы можем использовать как мета-данные при векторизации И впоследствии гибко этим пользоваться для фильтрации данных при нашем векторном поиске Ну что, давайте наконец завекторизуем то, что у нас получилось Я добавлю ноду, которая называется splitout Это разбитие одного массива на элементы для того, чтобы можно было поштучно их векторизовать Мы видим, что теперь у нас образовалось 160 элементов И в каждом из них есть и текст, и необходимый заголовок, и номер страницы И все, что нам нужно будет, чтобы завекторизовать это Добавляем ноду superbase и к ней добавляем dataloader Dataloader — краеугольное здесь понятие Потому что тут мы определим, каким образом мы забираем данные и что конкретно мы векторизуем Естественно, мы забираем сам текст Нам понадобится имя файла Естественно, номер страницы Название главы, в которой лежит чанг И даже доктайп Это специфика работы доклинга Если он найдет таблицу, текст, который он поместит нам в чанг Будет обладать доктайпом таблица Что впоследствии может нам помочь для интерпретации данных Ну что, нам только осталось указать таблицу, в которой будет проводиться векторизация И запустить сам процесс векторизации Делаем это И ждем, когда нода исполнится Ну что, переходим в нашу superbase и смотрим, каким образом это все выглядит С первого взгляда обратите внимание, как аккуратно нарезаны чанги Просто ничего лишнего В начало каждого чанга положена статья Дальше конкретный текст этого чанга А в метаданных лежит название статьи Название файла Страница, с которой брался текст Ну, словом, качество разбиения текста на чанге очень высокое Ну что, нам осталось построить только нашего простого агента Который будет коммуницировать с нами на основе этих знаний Ну что, давайте спросим какой-нибудь каверзный вопрос На каких основаниях возникают гражданские права и обязанности? Скажи, на какой странице посмотреть, какая статья и какая глава? Давайте пробовать Смотрим, как выполняется запрос Да, он сходил в векторную базу И формирует ответ Так, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами Глава 2, статья 8, страница 3 И вот в таком файле, что очевидно Так, идемте проверять Страница 1, 2, 3 Статья 8 Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами Ну что, гиперточно определено Определена страница, глава, статья То есть это очень хороший результат Я напомню, что все это работает сугубо локально у вас на компьютере И естественно, если вы захотите и у вас позволяют ресурсы Вы можете использовать локальные модели для векторизации данных Чтобы вообще все находилось в вашем контуре или на вашем сервере Так, ну а эту автоматизацию я скачиваю, кладу в бесплатную телеграм-группу А если хотите узнавать новое в искусственном интеллекте Или посмотреть, каким образом настраивается nvcman локально и дружится с доклингом И файлы забираются с вашего локального диска То это в pro-группу Ну и в принципе за общим AI-развитием туда тоже На этом все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok